МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казан с пловом, блины и сладости. Чтобы люди тоже почувствовали, что сегодня праздник. Что приготовят в Альметьевске на Ураза-Байрам. Куда идти на коллективный намаз, пока в центральной мечети ремонт. А у вас перевес. Сотрудники ГБУ БДД и госавтоинспекторы остановили предположительно нарушителя весового контроля. Водителю данного транспортного средства было предложено пройти взвешивание, от чего он отказался. Почему на дороге образовалась колонна из самосвалов и что может грозить за нарушение нормативного веса груза? 27-й микрорайон Бавлов преображается. Радуются все и взрослые дети. Каким будет современное общественное пространство? Кумиры среди нас. Не все сюжеты можно показывать в школе. Как люди интересных профессий и тяжелые судьбы становятся героями нашего времени? Вопросы следовали школьники. За основу взяли медиапроект «Снег». В эфире новости Юго-Востока. В студии Елена Золотарева. Здравствуйте. Подходит к завершению священный месяц Рамадан. Мусульмане всего мира молились, совершили благие дела и держали пост. Уже завтра верующие отпразднуют Уразу-Байрам – праздник, знаменующий окончание благословенного месяца. Праздничный намаз пройдет в каждой мечети города и района. Пока в центральной мечете идет ремонт, верующих примет здание медресе. Здесь одновременно смогут помолиться более 600 человек. В городском парке в 14 часов верующих ожидают праздничная программа и угощение традиционным пловом. Лакомство приготовят и на других площадках. Те мечети, которые городские, каждый из них будет бесплатно угощать горожан вкусным пловом. То есть там будет плов, там будут блины. Бизнесмены, то есть руководители, которые уже заранее изъявили свое желание, что они будут угощать детей разными мороженами и разными сладостями, чтобы люди тоже почувствовали, что на самом деле сегодня праздник. В Уразу Байрам принято дарить подарки родным, а также помогать нуждающимся. Это можно сделать адресно или передать деньги в мечеть. Это называется фитр-садака. У нас в мечети есть имамы, которые ответственные. У них есть списки. Вот когда они приносят вот эти вот разные вещи там, потому что садака-дур-фитр, она дается либо деньгами, либо продуктами. Люди продукты приносят, и мечети уже потом по домам ездят и раздают эти продукты. Это, конечно, очень здорово. Всех мусульман с наступающим праздником поздравил имам Мухтаси Пальметьевского района Исмаил Хазрат Сингатуллин. Аль-Хамду лиллях, по воле Всевышнего завершился месяц Рамадан. И пусть Аллах, субханаху ва тааля, примет все наши благие деяния. И пусть Аллах, субханаху ва тааля, даст нам всем хорошую, добрую, красивую жизнь. Пусть Аллах, субханаху ва тааля, вот этот месяц Рамадан, в котором мы держали пост, кормили бедняков, делали благие деяния, все будет принято Всевышним искренне, чтобы и в будущем, иншаллах, мы также могли участвовать в таких благих делах. О происшествии. В одной из сальметьевских квартир сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о запахе гари в подъезде жилого дома по адресу Резефа Хреддина, 46А, поступило в диспетчерскую в час 57. До прибытия пожарных эвакуировались 18 человек. Огонь повредил мебель и вещи на площади 6 квадратных метров. По информации Государственного пожарного надзора никто не пострадал. С 1 по 30 апреля в Татарстане на дорогах регионального значения действует ограничение движения транспортных средств с нагрузкой, превышающей 6 тонн на ось. Водитель большегруза с признаками перегруза был остановлен вчера в Муслимовском районе. Пройти взвешивание машины он отказался. Как развивались события дальше, смотрите в сюжете. Вот эта платформа ставится под каждое колесо автомобиля. Вот у него, под каждое колесо. Сколько колес, столько заездов. И она, например, заезжает на центр платформы. Тут выходит вес. Так проходит взвешивание грузовых автомобилей. Специалист ГБУ БДД демонстрирует работу системы на служебной машине. Передвижной пункт весогабаритного контроля со вчерашнего вечера находится у населенного пункта Амикеева. 18 апреля в 15 часов 30 минут при совместной работе с сотрудниками отдела МВД России по Муслимовскому району для прохождения процедуры взвешивания было остановлено транспортное средство «Вольво» с прицепом, принадлежащее ООО «Транзит-М», перевозящее песчано-гравинную смесь. С 1 по 30 апреля на дорогах регионального значения ограничено движение большегрузов с нагрузкой больше 6 тонн на одну ось. Сотрудники весогабаритного контроля Альмитинского территориального управления ГБУ БДД выехали в Муслимовский район по обращению баланса держателей дорог. При визуальном осмотре специалисты обращают внимание на загруженность автомашины сверх бортов или груз, выступающий за габариты транспортного средства. После этого могут предложить пройти взвешивание транспорта, что случилось и в этот раз. Водителю данного транспортного средства было предложено пройти взвешивание, от чего он отказался. После чего в отношении водителя был составлен административный материал по статье 19.3.1 КОАП РФ. В данный момент он находится в отделе МВД. Инцидент оказался не единственным. В течение часа на расстоянии примерно в полтора километра выстрелилась колонна уже из трех большегрузов, два из которых с прицепами. На место выехали сотрудники Ространснадзора. Размеры штрафа зависят от того, насколько превышены осевые нагрузки. То есть там сумма идет от 100 до 500 тысяч. Зависит от процента превышения осевых параметров, либо габаритов транспортного средства. Строим одни дороги, разрушая другие. По предварительной версии ПГС везли на реконструкцию трассы М7. Катерина Машенцева, Льнур Залятов, Новость Юго-Востока. С 15 апреля в Таташстане стартовало голосование за новые объекты благоустройства. В программу формирования комфортной городской среды в этом году попало пять альметьевских территорий. Городское водохранилище, городское озеро, улицы Герцена на участке от Фахредина до Тагерва, парки Шамсенура и Немецкий. Для победителя народного голосования проект предусматривает свой перечень работ. Обязательные условия – это пешеходные связи, места притяжения, то есть какие-то игровые, детские мафы, освещение обязательно. То есть круглогодичность использования обязательно важна этих объектов. Не просто там в летнее время, чтобы выйти, но чтобы круглый год можно было передвигаться по нему, гулять. Отдать свой голос может каждый житель Альметьевска при соблюдении двух условий – возраста до 14 лет и наличии учетной записи на портале госуслуги РТ. Голосование продлится до 31 мая. Преображается и 27-й микрорайон Бавлов. Большая часть работ проделана в прошлом году. Строительство ведется на средства гранта, выигранного городом во всероссийском конкурсе лучших проектов формирования комфортной городской среды. Тему продолжит Айгуль Хусаянова. Гул мотор в спецтехнике слышно издалека. Несколько машин и около десятка рабочих сейчас заняты строительством тротуара вдоль дома 19А по улице Салиха Сайдашева. Бордюры и поребрики практически на 90% установлены. Сейчас сделаем основание под тротуар. Тротуар пойдет у нас из брусчатки. Велодорожка асфальтовая и беговая дорожка. Потом будет новое освещение, видеокамеры. И на этом мы парк полностью в этом году завершим. Та часть парка, которая была построена еще в прошлом году, уже радует жителей микрорайона. Здесь все сделано для удобства людей. Рядом со школой номер 5 есть большая игровая зона для детей. Удобные тротуары, велодорожки, спортивное оборудование, уличные тренажеры. Розефа Хафизова многие годы проживает в 27-м микрорайоне. Благоустройству своего района она очень рада. Такой красивый парк здесь построили. Когда приходят мноки, мы вместе с ними по вечерам выходим на прогулку. Детям очень нравится. Радуются все и взрослые дети. С удовольствием отдыхают. Часть парка, которая уже сделана, красивая, уютная. Надеюсь, и остальную часть сделают хорошо. Работы по благоустройству объекта продолжаются. После завершения строительства парк в 27-м микрорайоне, несомненно, добавит современности в архитектурный облик города. Айгуль Хсайнова, Булат Минязов, Новости Юго-Востока. А вот еще об общественных пространствах. В понедельник, 24 апреля, общественные пространства Альмитевска обработают против клещей. Мероприятие проведут специалисты Альмитевского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. Обработку начнут с каскада прудов и Комсомольского парка. Жителям рекомендуют воздержаться от прогулок в обрабатываемых зонах в этот день. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях или напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь с редакцией стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку можно на нашем Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Не переключайтесь, мы вернемся после перерыва. И вот о чем расскажем далее. Как люди интересных профессий и тяжелой судьбы становятся кумирами? Вопрос исследовали школьники, за основу взяли медиапроект «Снег». Изысканные скульптуры, яркие художественные полотна и изделия прикладного творчества. Их изготовили воспитанники детских домов и интернатов, куда отправятся лучшие работы. Об окончании отопительного сезона сообщили в исполкоме Альматиевского района. По нормативу подача тепла прекращает, когда на протяжении 5 суток среднесуточная температура составляет от плюс 8 градусов и выше. Такие показатели зафиксировали на этой неделе. И по прогнозам синоптиков впереди нас тоже ожидает теплая погода. Это и стало основанием для отключения отопления. По информации исполнительного комитета, отопительный сезон завершится 24 апреля. Юные художники и конструкторы из разных районов республики приехали в Альматиевск. С собой они привезли свои лучшие работы, которые представили на региональном этапе конкурса «Мастерок». Все участники – воспитанники татарстанских детских домов и интернатов. На выставке побывала моя коллега Елена Бауэр. Мне понадобилась фанера, масляные краски, гуашь. Краски, гуашь, фанера и умение вырезать лобзиком понадобилось воспитаннику Чистопольского детского дома, чтобы создать макет памятника героям Великой Отечественной войны. Меня очень трогает тема про Великую Отечественную войну. Я очень горжусь своими дедами. И мне пришла идея в голову сделать памятник. Представить свои работы приехали в Альматиевск дети, оставшиеся без попечения родителей со всей республики. Предварительно они прошли отборочный этап в своих городах. Соревновались ребята в трех номинациях – декоративно-прикладное творчество, изготовление игрушек и конструирование. Придумать и выполнить работу мало. Необходимо защитить ее перед жюри. Осень – мое самое любимое время года. Самые яркие краски изображены оранжево-желтые листочки, которые разбросаны по парку, когда я гуляю. Яркие краски можно увидеть не только на готовых работах участников. Чтобы дети не скучали в ожидании выступления, были организованы творческие мастер-классы. Немножко познакомимся о понятиях контрастные цвета. И выполним с вами, так как вы уже ребята такие взрослые, и выполним с вами вот такую открыточку. Так как у нас идет пасхальная неделя, такой у нас пасхальный сувенир будет. Для удобства детей педагоги расставили мольберты, за одним из которых работает Арина Гололобова. Так же, как Александра Митрохин, она приехала из Чистополя. Задание на мастер-классе ей не кажется сложным, потому что творчеством девочка занимается с раннего детства. С самого садика увлекаюсь рисованием, подделки люблю делать. Ходила на разные кружки, работала там. После того, как все участники конкурса представили свои работы, жюри выделило по три лидера в каждой номинации. Александр Митрохин занял второе место среди соревнующихся в декоративно-прикладном творчестве. Несмотря на свои успехи, художником и скульптором парень быть не хочет. В будущем видит себя военным. Люблю эту профессию. Я считаю, что она достаточно мужская. И у меня есть такое желание отдать долг родине. Альметьевск принимал региональный этап конкурса «Мастерок» третий год подряд. В творческом состязании участвовало 40 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Из 10 детских домов и интернатов республики. Пять лучших работ отправятся на окружную выставку в Уфу. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. В штабе маск-сети Альметьевской помощь фронту продолжается сбор гуманитарного груза для отправки в зону военных действий. 19 апреля была откружена и отправлена еще одна партия необходимого. Останавливаются работы по плетению маскировочных сетей и волонтеры ищут помощников для этого важного дела. Им нужны эти сети. А чтобы еще больше сплести, нам нужны руки. Руки наших женщин, нашего города. Поэтому призываю всех, приходите к нам вязать, помогать, потому что это нужно для наших бойцов. Сейчас волонтеры плетут в день по три маскировочных сети. Используют материал спандбонд. Также в штабе, в городском парке ведется сбор необходимых вещей для гражданского населения, госпиталей и домов ребенка. Узнать, как и чем еще можно помочь, можно в телеграм-канале активистов. Куар-код для перехода вы видите на экране. С 1 апреля по указу президента Российской Федерации началась весенняя призывная кампания. Она пройдет до 15 июля 2023 года. Сейчас проводятся мероприятия. Первые отправки уже прошли. Ребята ушли служить в ВКС. Это важный звук космических сил и сухопутные войска. Остальными призывниками сейчас идет плотная работа. Проходят медицинские комиссии, проходят мероприятия по оформлению допусков. Новобранцев будут отправлять и в подшефтные части в городе Самара. 1 апреля состоялась первая отправка 18 призывников. Как и раньше, срочную службу можно заменить на службу по контракту. В этом случае военнослужащие получают подъемное пособие в 195 тысяч рублей и ежемесячное денежное довольствие. Есть ребята, которые издевили, которые переговорили с родителями, пришли в общее мнение. И вот такая работа идет. Я бы хотел сказать большое спасибо. Сейчас идет уплитование вооруженных сил контрактниками. Ребята, которые имеют боевой опыт, те ребята, которые настроены патриотически, они пришли, оформляются. По вопросам заключения военного контракта можно обратиться в военный комиссариат Альметьевска по адресу улица Резы-Фахредди на 11А. Телефон в Альметьевске 43-63-92. Кто такой кумир и зачем он нужен в современном обществе? Тема социального исследования альметьевских старшеклассников. Ученицы 25-й школы выбрали проект «Снег. Медиа как образец». Не только знаменитости могут быть примерами для подорожания. Люди интересных профессий или тяжелой судьбы, которые не отказываются от своей индивидуальности, тоже заслуживают внимания. Подробнее о кумирах и почитателях в следующем материале. Его контент реально достойный, который должны увидеть и наши одноклассники, и вся наша школа, и мир. Подготовка заняла очень большое время. Можно сказать, мы начали работу именно уже с октября-ноября. Динара Хусаенова и Агуль Гарифулина исследовали актуальную для молодежи тему – взаимодействие с медиа, поиск кумиров и образцов для подорожания. Сокращенно – медиамир. За основу девушки и их наставник выбрали проект «Снег. Медиа». Пришли к выводу, что это реально очень интересный, классный, нескучный материал, который хочется смотреть и обсуждать. Есть что обсуждать. Противоречивое, быть может не очень, но интересно. Равиль Мукменов – автор проекта, журналист с 20-летним стажем и в телеформате успел попробовать все. Сейчас на странице «Снега» в ВК около 70 материалов. Небольшие документальные фильмы от 7 до 20 с небольшим минут. Кумир нужен, чтобы, наблюдая за его жизнью и достижениями, компенсировать то, чего у фаната нет или же не достает собственной жизни. Например, известности, побед или красоты. У двух десятиклассниц свои кумиры были. В основном это представители популярной и массовой культуры во всех ее проявлениях. И настолько яркий был контраст с сюжетами «Снег. Медиа», рассказывающие о людях, для которых самая большая победа – просто выжить. Не все сюжеты можно показывать в школе, но их интересная ценность в том, что такой формат позволяет удовлетворить две важные социальные потребности человека. Высказать и, конечно же, быть устойчивым. Не все, но некоторые фильмы Марина Кошлакова, учитель истории и общества знания, уже адаптировала под тему уроков. Вершиной всех социально-научных изысканий девушек стал свой сюжет. Они провели несколько дней вместе со своим же педагогом – учительницей английского и немецкого. Наталья Волкова – мать пятерых детей. Слова отца невесты оказались пророческими. После доклада девушкам нужно было защитить проект, отвечая на вопросы жюри. В итоге они получили максимальную оценку – 12. Соответственно, по 3 балла от каждого педагога. Потом на вопросы зала отвечал уже Равиль Мукменов. Главная мысль была в том, чтобы рассказать о том, что один человек – он в поле воин. На феномен кумиров и их значимость в жизни общества у Равиля свой взгляд. Я слушал группу кино, но никогда для меня Цоя не был кумиром. Я слушал группу Куин, но никогда Фредди Меркью для меня не был кумиром. Я смотрел какие-то фильмы с Томом Хэнксом, но никогда для меня эти люди не были кумиром. Ну, потому что, а для чего нужен кумир? Для того, чтобы ему подражать, но и все люди индивидуально. В рамках отдельного предмета «Проектная деятельность» сезон защиты проектов открыли Динара и Айгуль. Эту процедуру предстоит пройти еще сотне с лишним старшеклассников. А педагогический коллектив думает над тем, чтобы включить документалки «Снега» в программу «Разговоры о важном». Тимур Туманов, Новости Юго-Востока. Ваши комментарии помогут сделать нашу работу лучше. Пишите нам в соцсетях, в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Сообщайте о проблемах, задавайте вопросы и предлагайте свои темы для сюжетов. Если подпишетесь на наш телеграм-канал, сможете получать все последние новости прямо на свой смартфон, где бы вы ни находились. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова